Каждый день в средствах массовой информации мы слышим о нападениях, хулиганских проявлениях, грабежах и насилии. Это стало уже настолько привычным, что большинство граждан даже не задумываются над тем, что может прийти момент, когда придется себя защищать. Природой пальцы созданы для того, чтобы выполнять самую искусную и требующую большой ловкости работу. Но задачи выживания в минуты опасности вынудили человека создать приемы, в которых пальцы используются в качестве оружия. Для человека, не занимающегося боевыми искусствами, важно знать, каким образом использовать удар пальцами в самообороне. Во-первых, ни в коем случае нельзя пытаться выполнить тычок пальцами. Их можно сломать при ударе. Неподготовленному человеку важно освоить вот такое движение. Чуть сверху вниз. Много силы вкладывать не нужно. Глаза настолько уязвимая мишень, что удар любой силы будет иметь эффект для того, чтобы отвлечь нападающего и либо убежать, либо применять более мощные средства самообороны, такие как удары локтями и ладонями. В боевых искусствах техника ударов и воздействия пальцами – это высший уровень мастерства. Эти части рук укрепляются до такой степени, что некоторые уникумы могут держать вес своего тела на одном пальце. Мастера карате пробивают доски и другие твердые мишени техникой нуките – рука-копье. Легендарный Брюс Ли на показательных выступлениях демонстрировал отжимания на двух пальцах одной руки. И использовал удары пальцами по глазам в своем стиле рукопашного боя. Удары пальцами неразрывно связаны с так называемыми энергетическими воздействиями и мистическими ударами отсроченной смерти. Все это – тайны боевых искусств, многие из которых держатся в секрете. Внимание! Есть еще одно действие пальцами, которое незаменимо для слабых и беззащитных людей в самообороне. Нажатие пальцами на глаза. Двумя руками. Одной рукой. И нажатие пальцами на шею. Эти приемы спасают, когда нападающий находится на близком расстоянии. Например, когда пытается схватить, можно применить нажатие пальцами и отстраниться. Теперь давайте посмотрим, как можно применить удары пальцами в своей самообороне. Что в деле? Взбивайте ладонью удар в сторону и этой же рукой выполняйте удар по глазам. Затем бейте ладонью в пах. Не пытайтесь ударить по глазам сильно. Главное – попасть. Эффект будет в любом случае. Нападающий остановит агрессию, и у вас будет возможность убежать. Теперь смотрите, как можно применить удар пальцами в защите от весьма распространенного на улице удара кулаком в лицо сбоку. Для слабого человека лучше останавливать удар двумя руками и сразу же бить пальцами в глаза. Это отвлекающий удар. Затем продолжайте защиту атакой ногой в пах или голень. В этом приеме главная скорость удара пальцами после защиты. Мешкать нельзя, иначе нападающий может нанести удар второй рукой. Атакуйте по глазам очень быстро, а в голень старайтесь ударить сильно. И тогда будет возможность убежать. Ну что же, теперь вы знаете еще один способ защиты от агрессии. Я призываю вас думать о своей безопасности и освоить хотя бы один из приемов самообороны. Помните, что никто не сможет защитить вас лучше, чем вы сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!